Я призер чемпионата мира среди юниоров, чемпион мира Европы в рывке двумя руками. Чемпион Европы в рывке среди взрослых, восьмикратный чемпион СССР. В двойборе? В двойборе. Это считается с 1982 по 1987 год я являлся чемпионом СССР. Рекордсмен у меня в четырех кратуре. Как обычно, все видится на тело, по железу, по лицам, и так далее. И плюс виды, то же самое. Потом все это приелось уже. Уже даже не изменилось. Мы даже знаем, что обычный типичный гостевал. Только оно не было. А не причем почему-то. Как будто что-то меняется. Противливое. Молковые окна. Даже как будто менялся. Все эти речи. Причем проходит год за годом, а ничего не меняется. Как всегда был рекорд. Как будто бы не остается. У нас эта федерация создается. Значит, первый рекорд мира у меня был на чемпионате СССР в 1984 году. А второй, наверное, тоже в 1984 году. Первый был в 154 рвок ровно. Потом на следующих соревнованиях тоже всесоюзного масштаба. 154, 155 было. Нет, 154 500. Потом 155 и 155 500. В каких весовых категориях это было? Это было все в легкой весовой категории. 67,5 килограмм. Ну, в принципе, я не пытался менять весовую категорию. Просто я выступал, не готовясь к соревнованиям. Ну, допустим, если есть какие-то соревнования такого ранга, не очень серьезного. Просто не гонял вес, но вес как бы сам уходил. И я выступал в средней весовой категории до 75 килограмм. И там, где результат показан, с весом 70 килограмм. То есть, недовеском выступали. Недовеском. Да, 5 килограмм уже запаса был, 5 килограмм. Поднимал я 162 рвок и 195 толчок. Ну, лучший результат в таланде. В таланде было 195 килограмм. Вот последние соревнования, на которых я выступал. Это было перед Олимпиадой в Сеуле. 197 взял на грудь, с груди не толкнул. Ну, какие у меня результаты были? На тренировках толкал 200. Просто, может, из-за волнения. Видите, 197 минута. А до этого в легкой весовой категории я рвал. Ну, так, вспомогательное упражнение, 170 килограмм, я рвал с плентов. Угу. Вот. В первую зафиксировал 182 с половиной. Теперь штанга потяжелела, напёрт. Ну, не удовольствие. В 1986 году, после вот этой вот «Дружбы 84», в которой я выступал. Да. Байконтервная Олимпиада была. Значит, там пошёл каскад травм просто. В конце концов, я уже начал думать о том, чтобы закончить спортивную карьеру. И меня отправили служить, так как я являлся военным. Ну, меня решили отправить в центральную группу войск в Чехословакию. Ну, всё-таки, не теряя надежды на то, что я ещё буду что-то поднимать, я взял с собой штангу. Отсюда из зала. Со стадиона «Химия». Грузизмом в контроле. Сколько килограмм взяли с собой? Какой комплект? У него 210 где-то. Тренироваться мне приходилось… …ммм… 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 Тренироваться мне приходилось… …ммм… …ммм… …как только… Ну… …выполнилась норматив мастера спорта Советского Союза… …а… …у нас был… …проходил сбор в городе Подольске… …на… …олимпийской банке. Вот… …вот… …и… …тода впервые… …в одном зале мы тренировались со всеми… …своими… …своими… …василий Алексеев там тренировал… …давид Ригер… …воронин Александр… …это… 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 …Колесников… …ну в общем вся сборная, вся элита сборная. И Варданян там был, и Саркисян… Уже был настоящий рывок был сегодня. Отлично, пазл. Зверюга. Начали заниматься тяжелой атлетикой в 1973 году. И вот это все продлилось до 1988 года. Это серьезное занятие тяжелой атлетики. Ну, значит, первая моя тренировка. Мы сначала еще с одноклассниками. У нас была какая-то мечта куда-то пойти, куда-то в какую-то секцию. Ну, мы пытались сначала в бокс пойти, потом пойти в греблю куда-то тоже у нас были мысли сходить. И в конце концов, так, проходя секции все, случайно забрели остальон химик. И увидев штамп, помост, у меня, значит, у меня первая мысль была. Если я сейчас 40 килограммов подниму свой вес, тем более, что перед тем, как мы начали тренироваться, у нас будет тренер взвесен. Это Григорьев, Николай Николаевич. Угу. Ну, худо-бедно. Значит, я весил 40 килограмм. Весил 40 килограмм. И не 40 даже килограмм, не меньше весил. Но 40 килограмм все-таки я пожал. То есть, тогда еще был жим стоя, что ли? Даже не толкнул, а пошал. Ага, пожали стоя. Толчка жима уже стоя там не было. Угу. 140 дал один пач. Да. 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 Черт, какая-то ситуация. Черт, приснился, все-таки болезнь будет. Сейчас расстояние, наверное, приступим. Молодец. Еще расстояние, да? Нет, точно не понимаете. Значит, какой был человек мой тренер? Ну, раньше как бы не было такого, чтобы именно тренером он был, ну, постоянно на стадионе был. Он был, как бы, как это начали? По совместительству. Он работал в заводе, а в свободное от работы время приходил в зал, тренировал, ну, своих воспитывал, неважно, или взрослых, или молодых. Сейчас, ну, да, все пытаются выложить в интернет свою фигуру, там, какие-то, там, свои, как они накачались, там, раскачались. Сейчас, раньше, в основном, на фигуру внимания не обращали особо. Был, прежде всего, работать с весом, поднимать, как можно, больше веса, борьба с соперниками. И в то же время, помимо того, что, не обращая внимания на вот эти вот результаты, что это, там, какая-то фигура или еще что-то, незаметно фигура-то, она появилась сама собой. И, вроде бы, как. Неплохо. Вот так, видишь. Можно, лучше принести, как бы, да, вот так вот. Высадку вверх. Высадку вверх. Высадку вверх. Давай, садку, 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 садку. Может, улочить. А, заши, садку, садку. а сколько максимум ты был на никто не расслышал погромче как у вас мнение по поводу такого мнения которое бытует народе что тот же атлетик влияет на рост что человек уменьшается не в кармике превращается у него все сыпется вот это может прокомментировать ну тяжелая атлетика она не уже и научно доказывала что не влияет на рост не как никого не уменьшает ничего взять таких вот знаменитых именитых спортсменов тяжелоатлетов Юрий Захаревич мы с ним начали выступать в одной категории 56 килограмм и результат у нас примерно был одинаковый он чуть-чуть даже повольше меня ростом был а вес был такой же как у меня 56 килограмм после того как он последний раз выступил в самой категории через год он уже выступал в категории на 10 килограмм больше меня в следующий год он вообще перешел перескочил категории выступал 82 килограмма где был лекарсменом мира там и чемпионом вот потом он выступал в категории 90 килограмм где такие атлеты как Дамит Риггер тоже приходили к закаду то есть надо заметить что он не в ширь как говорится не в ширь а в рост пошел а именно в рост пошел да потому что уже атлету не нужен лишний вес дубль трофейский был рост где-то метр восемьдесят пять уже то есть был здоровый богатырь такой да очень хорошо сложен да и я не знаю про других конечно как у них там другие спортсмены как они себя чувствуют но я на данный момент чувствую себя не плохо конечно были проблемы со спиной там после окончания занятий спортом но после какого-то периода который прошел все восстановилось буквально прекрасно и сейчас вот в данное время я хожу периодически занимаюсь я бы даже сказал систематически я свидетель этому ну занимаюсь такими легкими упражнениями очень обременяет ну там же лежит приседания на плечах ну там упражнения на бицепс сколько вот сейчас примерно вы ну так сто процентов присядете потянете пожмете стоя ну на данный момент я могу точно сказать что может быть сто семьдесят килограмм пожать сто двадцать килограмм лёжа да да но стоит где-то около восьмидесяти да да восемьдесят килограмм толкаете сколько классически ну сто можно ну если там на прессе делаем сто десять вы до сих пор у вас можете классический низкий сет да да могу восемьдесят пять это сто процентов вырвать и девяносто можно попросту строго строго бед рада на носочке он ходит вот да ну я бы сказал пусть не сомневается пусть приходит и каждый от этого вида спорта получит удовольствие получит какие-то скоростные силовые качества потом ну ощущение ощущение тела мышцы они будут работать ну как было сказать то это в общем ты будешь сам управлять своими мышцами как это как есть в 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 н в в в Я сейчас являюсь тренером детско-юношеской спортивной школы, и поэтому я хочу пригласить всех, ну не всех, конечно, ну там большинство мальчишек, которые уже устали сидеть у компьютеров, играть в эти игрушки, девчонок тоже, девчонки тоже у нас. Какое возрасте вы набираете детей? Мальчишек в возрасте от 10 до 14 лет желательно, девчонок с 12 до 16. Так что пусть приходит.